Мой вопрос. Верят ли мусульмане в ночное путешествие Мухаммада в Иерусалим? Ведь это явная ложь. Понятно, что он солгал жителям Мекки. И в эту ложь люди не перестают верить даже сегодня. И курайшиты критиковали его из-за подобной лжи. И Мухаммад сказал, что он сделал это в одну ночь. И люди всё ещё верят в эту ложь. Ты можешь повторить? Вы верите в это? Только из-за этой лжи у нас очень много проблем. Почему мусульмане верят в ложь про ночное путешествие и вознесение, которое совершил Мухаммад? Ведь это явная ложь. И так ясно, что он не мог перенестись за одну ночь из Мекки в Иерусалим. Понял. Ты спрашиваешь, почему мусульмане придумали ложную историю про ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада, мир ему? Это твой вопрос. Нет, я спрашиваю, почему мусульмане верят в ложь Мухаммада? Если Мухаммад является лучшим примером для человечества, значит ли это, что мусульмане обязаны верить в ложь? Сестра, ты христианка? Нет, я человек свободных взглядов. Значит, человек свободных взглядов. Знаешь, Библия говорит, что Моисей, мир ему, разделил море на две части. Пророк Муса, мир ему, разделил море на две части. Извините, но я не верю в Библию, и поэтому вы не можете переубедить меня. Сестра, я отвечаю, я не закончил свой ответ. Позволь мне закончить, и потом ты сможешь сделать свой комментарий. Мы верим, что пророки творили чудеса. В Коране, в 17-й суре Исра говорится, что Мухаммад, мир ему, в одну ночь перенёсся из Мекки в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Ты спрашиваешь, почему мы верим в эту ложь. Но это чудо. Ты женщина свободных взглядов. Но я не такой человек. Я мусульманин. В этом различие между нами. А почему я мусульманин, чтобы получить ответ на это? Тебе стоило прийти вчера на мою лекцию, где я доказал существование Бога. Ты человек свободных взглядов. Ты не веришь в Бога, правильно? Так и есть. Тема вчерашней лекции была «Существует ли Бог?» Сейчас я не буду повторять эту лекцию, потому что это займёт более часа. Если бы ты присутствовала вчера на лекции, сегодня ты была бы убеждена в существовании Бога. И ты была бы убеждена, что этот Коран – это слово Бога. И теперь, что касается твоего вопроса. Может ли человек перенесись за одну ночь из Мекки в Иерусалим? Да, я могу сделать это. И ты можешь сделать это на самолёте. В то время не было самолётов. Его перенесение из Мекки в Иерусалим было чудом. Есть много чудес, упомянутых в Коране. Например, пророк Моисей, мир ему, разделил море на две части. Это чудо. И также он бросил свой посох, и тот превратился в змею. Это чудо. Чудо – это явление, которое не поддаётся научному и логичному объяснению. Чудо – это нечто, выходящее из-за рамки возможности обычного человека. Если человек совершает что-либо необъяснимое наукой и логикой, это и есть чудо. Если я могу объяснить это логически, это не будет чудом. И если в наше время я скажу, что за одну ночь я могу перенестись из Мекки в Иерусалим, это не будет чудом. Потому что я могу сделать это точно так же, как и ты. Во времена пророка Мохаммеда, мир ему, это было чудом. Так что мы должны осознать, что они были пророками Бога. Аллах – это Творец Вселенной и людей. И всемогущий Аллах избирал некоторых людей, чтобы они донесли его послание остальным. Этих избранных людей мы называем пророками и посланниками Всевышнего Аллаха. Как я говорил в моей лекции, Аллах послал много посланников. 25 из них были упомянуты в Коране. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед, мир им и богословение Аллаха. Но последний и заключительный посланник был пророк Мухаммед, мир ему. Это было чудо. Например, этот Коран. Вчера я провел лекцию на тему «Существует ли Бог?», где я продемонстрировал, что этот Коран содержит более 6000 аятов, из которых более тысячи говорят о научных фактах, которые мы узнали недавно. Такие, как большой взрыв, сверечность Земли, отражение луны солнечного света, вращение Солнца вокруг своей оси и некоторых фактов мы не знали даже когда я учился в школе. Но обо всем этом Коран упомянул еще более 1400 лет назад. Научно никто не может объяснить, почему в этой 14-ти вековой книге упоминается теория Большого Взрыва, которую открыли 50-60 лет назад. Это чудо. Как арабы могли знать, что форма Земли сферическая? Это чудо. Когда я учился в школе, нас учили, что Солнце неподвижно и не вращается вокруг своей оси. А Коран 1400 лет назад сказал, что Солнце вращается. Как это возможно? Это чудо. Также в Коране затрагиваются такие области, как биология, эмбриология, ботаника и другие научные открытия последних столетий, упомянутые в Коране более 1400 лет назад. Кто мог знать об этом? Это Творец, которого мы зовем Всемогущий Бог. И перенесение пророка Мухаммада, мир ему, из Мекки в Иерусалим, это чудо, которое доказывает, что он пророк Всевышнего Аллаха. Ты и я не можем делать чудеса пророков, потому что эти чудеса Аллаха дарует только своим пророкам. Надеюсь, я ответил на вопрос. Спасибо большое. Но если ваш Бог настолько велик, тогда почему он не обратил всех жителей Земли в мусульман? Почему он просто по щелчку пальца не сказал человечеству «станьте мусульманами», и все бы приняли ислам? И тогда нам не пришлось бы враждовать между друг другом. Сестра задала очень хороший вопрос. Короткий вопрос. Почему Аллах по щелчку пальца не обратил всех людей в мусульман? Ответ дан в Коране. Аллах знал, что ты спросишь об этом. Я так не думаю. Тогда почему в Коране заранее содержится ответ на твой вопрос? Это случайность. Это не случайность. Потому что для тебя много людей задавали подобный вопрос. Поэтому Аллах знал, что ты спросишь, и что другие будут спрашивать этот вопрос. Всевышний Аллах сказал в 10-й суре Юнус в 99-м аяте, «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. А разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? Потому что Всевышний Аллах сотворил множество творений. И у всех этих творений, кроме людей и джиннов, нет свободы выбора. Если бы все люди были покорны приказам, они были бы как ангелы. Ангелы не имеют свободы воли. Что бы им не повелел Аллах, они исполняют. Это иные создания. А людей Аллах сотворил другими и даровал им свободу воли. Человек может выбрать, повиноваться или ослушаться. Если бы Аллах сделал всех людей покорными мусульманами, мы были бы подобны ангелам. Тогда в чем смысл испытания? Поэтому Всевышний Аллах создал человека особенным и дал ему право выбора, либо повиноваться ему, либо ослушаться его. Это и есть испытание. Например, учитель хочет проверить своих учеников. И на экзамены они взяли свои книги и списывают, считается ли это испытанием. Ведь цель испытания в том, будут ли они учиться, и последуют ли они заветам их учителей или нет. Поэтому пример мирской жизни проведен в Коране в Суре Мульк во втором аяте. Аллах говорит, он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи день они окажутся лучше. Сестра, эта жизнь – это испытание для загробной жизни. Всевышний Аллах сказал в Шуре Аль-Бакарах в 155 аяте, мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов, обрадуясь же терпеливых. И Всевышний Аллах сказал, знаете, что ваше имущество и ваши дети являются искушением для вас. Поэтому, сестра, все это испытание для нас. Какой бы вопрос ты ни задала, есть еще множество подобных ответов, проведенных в Коране. Всевышний Аллах знал, что некоторые люди будут задавать такие вопросы, потому что испытание человека заключается в вышесказанном. Это испытание покорности или ослушания Аллаха. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум.